Доброе утро, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашей встрече с Нессой с прекрасным человеком, с очень древней, мне кажется, мудрой душой и очень сердечным, искренним, добрым человеком. Я очень благодарна судьбе и жизни, что я могу чувствовать в ней друга, такую близкую душу, скажем даже. И вот, Инаса, уже я тебя вижу, подключаю. И сейчас Инаса подключается. И вы тоже подключаетесь, и, пожалуйста, напишите вашу географию, откуда вы подключаетесь. Привет, дорогая! Здравствуй! Привет! Как меня? Слышно меня? Слышно тебя и видно тебя тоже. Я первый раз, конечно. Как у тебя? Да, да, я поздравляю! Опять у тебя первый раз, да? Опять первый раз. Это у тебя со мной так случается, да? Да, ты меня всё время выводишь на эти все новости. Я, как говорится, технически это всё не знаю, но ты, Инта, молодец, ты меня ведёшь. Но ты меня тоже немножко... Потому что ты тоже технически. Я, например, не умею там нарезать разные видео, там обработать аудио, там делать такие красивые посты. Кстати, вот этот постер, который есть, это Инаса делает, у неё это очень хорошо получается, а я там вообще. Ну, то есть вообще. То есть ты тоже технически очень подкопана там в гет-курсе. В гет-курсе, да, да, да. Ну, вот так вот первый раз. Здорово, здорово, интересно. Ну, в общем, всё просто. Огненное. Да, так что вы, которые подключаетесь, напишите, как у вас слышно, как видно. Я вот, например, люблю Инстаграм-эфир, потому что, знаешь, тут очень чувствуется людей. Знаешь, иногда вот на каналах наших есть там, которые там сидят, тихо-тихо, ничего не говорят. А тут вот больше общения, потому что можно их видеть. Я, например, вижу, кто подключается. Некоторых знаю лично. Вот сердечки они посылают. Так что поактивнее включайтесь. Вот они пишут, откуда подключаются. Видишь ты комментарии вообще? Вижу, вижу комментарии. Да, да, здорово. Да, ну, конечно, может, немножко неудобно то, что в телефоне. Я не нашла, как это делать. В этом, в компьютере. Но вот в плане общения, то, что я людей вижу, чувствую, вот мне Инстаграм подходит очень. А потом можем выложить на YouTube. Ну так, я тебя поздравляю. Как ты? Как вообще у тебя настроение? Настроение хорошее, я скажу так, стабильное. Год прошел. Я довольна, довольна, довольна своими действиями. Что сказать? Проработок, может быть, и были, но вот знаешь, такое состояние, что все хорошо. Мне прям кажется, что у тебя настроение такое хорошее. Я с тобой пообщалась, вот ты с дочкой ехала, в Билан, и такое, как будто новое, ну, новая какая-то, вдох новый произошел, да, и хочется что-то делать. Ну, послушайте, дорогие, я, мне просто есть ощущение, что я тебя знаю, и моя аудитория тебя знает, но, наверное, может быть, есть люди, которые не знают, и наверняка, я думаю, что большинство, много есть тех, которые не смотрели наше прошлое интервью, которое было, я не помню, когда, ты помнишь, когда это было, но уже пару лет прошло точно. Мне кажется, да, года два назад, может быть, даже три года назад мы с тобой делали, да. Ну вот, и поэтому, ну, ты знаешь, вот я редко тоже сама смотрю, разные, ну, видео, я больше читающий человек, и мне всегда вот очень интересен путь человека, вот путь, и давай немножко поговорим о твоем пути, ну, то есть ты жила в России, в Воронеже, или где ты жила? Да, 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 вот, и вот часто живешь на Мальте, консультируешь людей, проводишь энергетические курсы, взаимодействуешь с высшими силами, это какая была, ну, была твоя жизнь, правильно, в этом Воронеже, вот, а я не знаю, как у тебя, да, вот как это все случилось, вот, и как ты пришла, и как вот, как случился вот этот контакт, вот эта точка выбора твоего нового пути, вот, вспомни. вот в том-то и дело, что выбора как такового, выбора как такового-то и не было, понимаешь, вот у меня не было этого, чтобы мне нужно заниматься энергетикой, то есть совершенно, но у меня, я знаю, у меня было, как, например, как я все время рассказываю, помнишь, вот детские какие-то, вот там, гадания, там, с духами общаться, это как надо, да, как надобность, и оно как моё, то есть вот это у меня всегда было. Интерес, тяга, любопытство? Вот сейчас, вот сейчас подумаю даже, как сказать, интерес, тяга, любопытство. Нет, это как инструмент, который будто бы есть, его нужно использовать, понимаешь, он как внутри есть, и его нужно к чему-то применить, ну, например, вот дети маленькие, да, мы называем это, вызываем там, русалочку, вызываем там домового. Это и интересно, и это, как, ну, нужно это делать, почему-то, да, и вот я все время заводила детей, и такие вот эти сеансы уже проводить. Вот. Ну, это вот, как сказать, мне кажется, это как, вот на по-английски импринтель, да, внедрено в меня, и ты думаешь, что это нормально, потому что, когда ты спрашиваешь других людей, насколько это нормально, у них это нет такого, да, потом, ну, например, на картах обычные гадания, ну, конечно, это использовалось, почему-то, просто потому, что всегда карты есть, и смотришь, и что будет дальше. кстати, интересный был момент, я когда с цыганкой общалась, она не хотела мне руку смотреть, какая-то посмотрела, другая нет, потом у меня был тоже момент, это вот в 17 лет, но тоже, может быть, рассказывала, я наступила на, вот это, когда делать спор, сейчас бросается негатив, я наступила на огонь, у меня потом на ступне было несколько вот таких, как наростов, да, это доктор, нужно выжигать, и все такое, мы пошли к женщине, она это заговорила, то есть там специальный заговор, и она мне показала книгу, вот эту книгу, старую, очень старую книгу всех заговоров, ну, там тысяч какого-то, я не знаю, 800 года, 800 года, и она сказала, что тебе такая же нужна, ну, я так думаю, типа, мне-то зачем, и потом еще тоже, вот такие были, понимаешь, знаки, тоже мы ходили, там баловали, да, девчонки там пошли к какой-то гадалке, а что она скажет на будущее, да, тоже у нас в Воронеже была, у нас в Воронеже, кстати, славится с этими, видимо, миговдунами, на самом деле, вот, и тут же к ней сходили, и она вместо того, чтобы мне что-то там рассказывать, она начала меня мучить, бери карандаш, ручку записывай, то есть она мне давала эти заговоры, эти заклинания, зачем-то, то есть, вот понимаешь, вот человек идет, его перенаправляют, потому что так-то желания у меня не было в этом, но мне как вот раз и перенаправляют, раз и перенаправляют, потом, вот если взять другое общение с женщиной, в которой дух входил, да, который со мной разговаривал, разговаривал и звал меня, ну, в нее входит дух, она своим голосом там арабски разговаривает, вот, что-то там мне это пытается донести, что тебе нужно вот сюда, себе нужно вот это, ну, странно это все было, да, 22 года, 21, да. Ну, поскольку профессии, профессии тебе надо было какую-то выбирать, ты куда смотреть? Нет, профессии, это я инженер, профессии, потом я переориентировалась на бизнес, то есть, у меня не было такого, что мне в профессию это надо. Просто интересно, какую профессию ты выбрала, я же не знала, не знаю, что ты, кто-то, кем ты была в такой социальной жизни обычной. Да. Профессия, профессия инженер, ну, я не стала, мне нравилось, вот, смотри, мне нравилось с языками, у меня талант к языкам, то есть, переводчик, да, как вот сейчас, что я делаю, все-таки контактеры, это переводят с языка сил на язык людей, и мне языки, ну, прям, очень хорошо даются, вообще языки хорошо даются. Ну, и потом, уже больше, дальше, все-таки, меня выдвинули, видимо, видишь, из бизнеса, да, там, дочка родилась, и нельзя было уже, потому что никто не помогает, нельзя было уже на работе оставаться, ну, как вытолкнул и Грегор, вот, ну, и я вернулась к тому, что нужно второго учить, потому что, ну, во что дом-то просто так сидеть. И когда начали приходить люди на Тару, опять же, я чувствую, смешно, я думаю, я-то рассказываю, у меня книжечки, я все выучила, я знаю, что какая карта значит, я по технике рассказываю, а меня выносит на другое, то есть меня выносит на что-то еще, у меня прям закрывается все, что я вижу, мне идет вот, вот это, наверное, был первый ченнелинг, вот идет вот этот рассказ, который, да, я думаю, я сейчас вот, когда делаю активацию канала, я всегда спрашиваю, есть ли у вас такое, потому что это уже неосознанный канал, то есть человек начал что-то говорить, и у него это льется, он не может это остановить, ему нужно это донести, вот такое шло, ну и потом после уже общения с группой Глаза, Александра Глаза, да, и естественно прослушивание, понимание, что такое ченнелинг, и потом я читала и другие книги, и американские всех, и Рейчела тоже, да, уже появилось понимание, но мне не было, что я хочу этим заниматься, я, как говорится, слушатель, я пришла, я послушаю, я посижу, и мне хорошо, мне интересна была информация, вот, и потом уже как-то произошло, я услышала Глаза, что вот обратиться нужно к Глазу, просто именно, как происходит вообще активация, если программа есть, нужно психологически подтолкнуть человека, говорить именно в том формате, что он не знает, а что будет дальше, то есть, о чем говорить, мы же знаем, да, тема мы знаем, но в канале, когда это информационный канал, информация, нужно начать что-то, там мы приветствуем дату, и продолжать говорить то, что ты даже не знаешь, но как ответ на вопрос, вот это он подтолкнул, и все, у меня начали выходить различные силы, ну вот если так вспомнить, мне это не нравилось, почему? какие силы, вот напомни, вспомни, первое, ну самое начало, вот кто-то зашел, как ты отличила эти энергии, это всем интересно, вот как они прям назывались, почему тебе не нравилось? они себя называют, то есть я не отвечаю, то есть у меня полное объединение с каким-то разумом, который знает, кто он есть, личности нет, понимаешь, разум что-то отвечает, и потом, если тот, кто общается, спрашивает, а кто вы, они могут как себя назвать, так и не назвать, то есть у меня... То есть ты спрашивала, ты спрашивала, потому что, но если не спрашивает, они могут по-разному там называться, либо не называться. это спросил Глаз, на самом первом, Это было седьмое кольцо, седьмое кольцо, которое со мной продолжили, видим работу, и потом уже начали меняться варианты выхода различных структур. Причем, когда спрашиваешь о нем, как называть себя, так и не засылать. Спрашивать всегда нужно в конце, потому что их очень много приходит. И мне невозможно было не быть в канале, не работать с ними, потому что шла информация. А что такое идет информация? Это когда ты чувствуешь вот это давление, когда тебе нужно освободиться. Я уже теперь знаю, что такое. Освободиться от этой информации, потому что она давит, потому что ты не можешь с этим жить буквально. Ну, это состояние может быть и головная боль и все остальное. И проблема была в том, куда выкладывать информацию. То есть технически мне нужен был сайт. И вот та группа, которая у меня была, я им очень благодарна. Машина времени, мы технику машины перемещения по временным линиям передавали. До еще Рэйчел, это было 2011-2012 год. Я не знаю, что он там делал, но у нас была уже вот эта техника, экспериментальная группа, где они потом мне также создали вот этот сайт Космо-Хармон. и мне нужно было где-то это выкладывать. То есть вообще это было сделано, что мне для своего хорошего самочувствия информацию нужно было выкладывать. То есть не я стремлюсь помочь людям, а у меня состояние, что информация идет, мне ее нужно публиковать. Какая, не важно. Вот она идет, ее публикуешь. Ну ты говорила, что тебе не нравилось. Вот как ты себя ощущала? А потому что ты встаешь, прекрасный день, ты попил кофе, пошел там, дел свои дела. А тут все зависит от того, нужно ли выложить информацию или нет. Если ты выложил, если ты чувствуешь, что идет канал, тебе нужно что-то записать, послание или что-то еще, после этого самочувствие обнуления. То есть ты не можешь дальше двигаться. То есть если силы хотят также загрузить информацию, то значит тебя может уложить, ты заснешь. А тут тебе нужно, например, ехать за каким-то, как, например, за дочерью в школу. То есть ты служишь тем, кто хочет передавать нам информацию, людям. Вот ты понимаешь, что это, не выбирая осознанно, что я этого хочу. Вот сейчас я уже понимаю, что у меня объединение силами и это я могу называть уже не контактер. То есть я теперь понимаю, почему у людей совершенно по-другому. Все это у меня полное объединение сил. Я в этом живу вообще. То есть это, если сказать сила, это я, это практически да. То есть это так и происходит. И я уже просто, я выравниваю, то есть что это называется, другой образ жизни. Я выравниваю свой образ жизни в соответствии с тем, что идет сверху. Не я решаю, что я иду на кофе. Нет. А я выравниваю, я нахожу эти моменты, когда я могу пойти, и я чувствую сейчас вот все. Сейчас вот, например, все я выложила, все люди, значит, консультации мы сделали, курсы мы сделали. Вот сейчас, например, если спросить, мое самочувствие хорошее, стабильное, потому что мы сейчас с тобой общаемся, это было запланировано, нужно было это рассказать. И после этого у меня, возможно, будет какое-то окно, что-то сделать для себя. Ну, так. Это некий, как, ну, ты чувствовал, какое некое сопротивление, так как вдруг ты уже не хозяйка своей жизни в некотором роде, да? Потому что, ну, я-то знаю, что у тебя канал совсем по-другому работает. То есть у тебя подходят очень разные силы, да? И ты просто как, ну, соединяешься к этому, с этими силами. Но есть контактеры, да, которые передают конкретную структуру, у них есть какая-то курация, курирующая структура. Вот, например, как у меня, вот канал Матери Мира, то есть я перевожу в основном эти, да, энергии. То есть это очень по-разному. Но у тебя вот в таком, я другого такого контактера, как ты, вот не знаю. Поэтому мне очень интересно, когда вот ты рассказываешь, какие вот у тебя вот это. А у тебя есть какая-то курирующая структура, вот какие-то конкретные силы, с которыми, которые тебя ведут, руководят и вот лично направляют твоё развитие как души. Либо по-другому это всё. Они, они меняются. было, было несколько. Вот последний раз, вот когда как раз мы были в Турции, и выходила сила, по-моему, в Турции, не Ра, а Амун-Ра. Это более высокий статус, где Луна и Солнце объединили. Не просто Ра солнечная, да, а Амун-Ра. Вот эта сила, да, она, кстати, мне нужно действительно больше посвятить, наверное, исследованию, что это за структуры. Но тут действительно много времени тогда займётся. Вот она, да, сотрудничает, как, можно сказать, как, знаешь, что такое всё-таки курация, это когда тебя защищают. То есть это, то есть контракт с силами он есть. Как я сказала, что у меня такое всё время объединение, чаще всего, наверное, с каким-то конгломератом, да, я думаю, разумных структур. И тот, кто куратор, я как-то это расцениваю для себя как защита. Потому что они подсказывают, например, в какой-то момент что и как нужно сделать. Это бывает именно не по моему запросу. Вот идёт сильный такой, я знаю просто этот настрой, обязательно нужно что-то проговорить, записать. Например, есть момент какого-то выбора, да, и вдруг я это делаю куда-то не туда или неправильно. Это больше глобальный выбор, не то, что я там для себя хочу что-то купить, а больше, например, как относиться к какому-то процессу, чтобы мне в этом процессе было комфортно. Можно и так ещё сказать, что вот это я тоже хочу сказать, потому что я вижу на инстаграме, на тиктоке, я буквально пришла в такое мягко говоря, не совсем такое хорошего рода удивление, но выходят девочки, выходят мальчики, называют себя ченнеллерами, контактёрами и несут всякое непонятно что, и причём там просмотров ну очень много, очень много просмотров. с одной стороны, они может быть, да, что-то чувствуют, они что-то передают, и ну может быть там какая-то есть доля истины, с другой стороны, вся эта игра в каналы, в контактёров, это же серьёзная вещь, это опасная вещь, и если у человека есть канал, и он не понимает, радуется, да, вот сейчас у меня что-то идёт, я закрыла глаза, или просто я настроилась, и я передаю, нужно знать, а кто тебя использует, потому что я передаю, это не значит, я хочу передавать, это значит, они захотели использовать тебя, с кем ты там общаешься, повлиять на кого-то, и это всегда так, и кто бы мне не говорил, что это мой выбор души, никакой это не выбор души, это выбор сил, и тут нужно знать, а какие это силы, а зачем они с тобой, а будут ли они тебя разрушать, потому что они могут разрушить очень сильно психику, человек может с ума сойти от этого, и таких случаев много, то есть здесь такая игра, что либо ты знаешь, с кем ты, если ты не знаешь, ну, найти того, нужно профессионала, ну, пусть я, пусть еще кто-то, пусть кому-то ты пойдешь, нужно выяснить, что у тебя происходит, какие-то силы, да, есть ли курация, на какую тему и входит ли в это предназначение, ну, это вот я рассказываю как раз то, что я делаю, в принципе, да, но ко всему нужно относиться с определенной ответственностью за свою жизнь, и сколько раз я тоже говорю, человеку нужно всегда ставить себя как личность на первое место, вот, например, у меня, например, много говорят, вот, мы хотим, даже вот люди приходят, вот я хочу вот эту тему развить, ну, например, двигатели, которые работают там, не знаю, на чем-то, да, не на бензине, или двигатель вечный, вот эту тему, потому что это нужно людям и все такое, если это закрыто, это никто не даст, тоже есть примеры, люди работали над этим, и через меня силы передали, что нет, эта тема закрыта, не дадут сейчас, это дадут потом, когда-нибудь, или, например, вот исследование, что такое рак, болезнь рак, рак вообще было сказано, была спущена к какой-то структуре, это не земная болезнь, и раскрыть ее пока не могут, и возможно не дают, то есть те, кто будут прийти, приходить и скажут, я вот для людей хочу делать этот проект, этот проект закрыть, я могу отслеживать эти вещи, то есть через меня силы работают, и если я, как говорится, сунусь куда-то, вот я хочу для людей, а это закрыто, может начаться мое разрушение, потому что это нельзя, есть очень четкая иерархия, и это желательно, чтобы люди услышали, есть иерархия. А у тебя были такие случаи, когда вот ты не туда забрела и получила? Я знаю, что было. У меня была не я туда забрела, а те, кто хотят передавать информацию, которая, например, направлена на развитие людей, они, например, меня поддерживают, да, и вот, например, вот если сказать, вот взять, представить, что я там как машина, да, например, у меня есть какие-то там датчики, которые говорят, что моя система даёт зубой, причём достаточно быстро, меня начинают восстанавливать. Другие силы могут меня разрушить. Почему? Потому что через меня идёт информация, которая, например, им не нравится. Да. Послушай, и я сейчас, ну, про этот канал, сейчас вот то, что ты говорила, ты слышишь меня, мне кажется, что-то отключилось. Я слышу. Ты слышишь? Я слышу. Слышишь, да. Да, хорошо. Потому что мне говорят, что я очень кричу, говорите потише, а может надо остальным тоже, так кажется, может всё-таки вам надо звук, потому что у меня даже микрофона нет. Мне нормально. Мне нормально. Тебе нормально, да? Остальные напишите, как у вас звук, потому что что-то продёргалось. Просто эта тема канала, вот то, что ты тоже заметила, что очень многие сейчас вещают непонятно что, непонятно от каких структур, непонятно откуда это берётся, и не берут как будто на это ответственность. Тем более, многие думают, что они принимают от кого-то, то есть идёт очень много разных подключений разных сил, которые называются может по-другому. Но вот эта тема канала, она всё время в моё окружении становится всё более популярной. И знаешь, даже такая попсовая, немножко такая... Модная. И это вот так важно, чтобы обратить людей, ну что это не такая, не просто игрушка, а не просто вот модная вещь. Правильно. Это серьезная вещь. Это серьезная вещь, как вот даже если взять, сравнить, вот целители, да, целители, они же, когда они снимают и негативное воздействие, и исцеляют людей своими способами, и заговорами, и всё, это очень нужная, очень сложная профессия. Они же всё берут на себя. И потом, вот как мне тоже рассказывала эта женщина, большую часть во времени они тратят, чтобы потом себя и это снимать. А ведь космические энергии, они ещё более разрушающие. То есть тут нужно человеку знать, как говорится сейчас по-русски, количество энергии, которое может провести через себя в канале. И это может быть, например, пять минут в три-четыре дня на начальном этапе. И когда говорят, что человек полностью находится в канале два часа, это невозможно, потому что, ну, во-первых, энергетика не сможет. То есть ты проводишь всё через, на уровне своего энергетического баланса, на уровне своей энергетической силы, с развитием канала энергетика усиливается. Почему? Вот одним из плюсов работы в канале, это что человек меньше болеет, потому что чакры становятся мощными. А проводить космическую энергию периодически, это должна быть вот как мышцы, тренажёрный не заяц накачал, то есть это делается всё постепенно. И, конечно, нужно себя очищать, ну, возможно, просить учителей, чтобы, вот обычно я советую, вот этот зелёный поток, пропускать сверху и посидеть 15 минут, чтобы всё это, ну, как сказать, это аннулировалось, да? Угу. Ну, вот я расскажу свой опыт. Значит, у меня было так, что я написала первую книгу и чувствовала, что я потом её читаю, как будто там есть информация, которую я не знаю, ну, то есть сама не слышала и поняла, что через меня включается вот эта информация. И прошло ещё 3 года, когда я обратилась к тебе, потому что я не знала, что это за силы. И 5 лет назад ты тоже делала эту настройку моего канала, рассказала, какие силы мы, ну, то есть раскрывали этот канал, ну, то есть он был изначально, но настраивали, вот, и многие люди обращаются к тебе, потому что есть контактёры, у которых это как, ну, как специализация, да, не все, не все ченнелеры занимаются открытием канала. Вот скажи, вот люди, которые приходят к тебе, вот процентуально, сколько много приходит, зачем? Ну, какие запросы сейчас? Вот это интересно вообще в плане этого времени, потому что каждое время есть какой-то интерес, какие-то более актуальные проблемы. Вот как у тебя сейчас с людьми, которые приходят на индивидуальные консультации? Много приходят открывать каналы? Я бы сказала, да, 50 на 50, ну, как, они приходят, кто-то уже, например, у кого-то идет, они хотят понять, вот это эти 50, кто приходит на открытие канала, у кого-то уже есть что-то, и действительно, вот очень хороший подход, что они хотят понять, а что со мной происходит? И это очень важно. Это может быть, что и у большинства, кстати, он развивается самостоятельно, то есть, по сути, много советов, что канал у вас такой-то, например, энергетический, например, либо информационный, но неосознанный, он у вас идет, и очень много советуют использовать инструменты, инструменты, это Таро, ровно что-то, что, например, активирует, вот как у меня было, говорить, рассказывать, потому что я вижу эти карты, а канал идет потом, он как выходит, да, из человека, вот это вам дается, и он идет, и многим советуется именно развивать через какие-то инструменты, это не значит, что посвятить себя этому Таро, но будет развиваться в таком роде смысле канал, это наиболее безобидный вариант развития канала, потому что это входит в предназначение человека, приходят те, которые вот хотят любой ценой активировать, из этих очень малая часть, что действительно им это, у них это есть, причем сначала дается, вот сейчас уже такой вариант, демо-версия какой-то настройки специально для этого человека, и дается ему время, чтобы он попрактиковал именно вот это состояние начинать говорить, попрактиковал в паре с кем-то, и потом, как только он уже чувствует, что вот у него действительно он готов, вот тогда я говорю, вот тогда мы делаем второй сеанс, фактическую активацию канала, где уже дается еще несколько настроек, и таких меньше всего, то есть по сути, то есть кто до этого неинтересно, вот люди, которые очень сильно хотят, это у них, и если у них это как бы не запланировано по плану души, то это же не желание души, это желание эго, и все равно им дается, да, свобода воли, и она, но как они будут это использовать, если это не в плане души, не запланировано, или я же... У них не запланировано, и у них нет программы, никакого канала у них нет, они могут рассказывать, что у них есть канал, или заниматься, я не знаю, чем самым обманом, или сидеть в медитациях, рассказывать ту же ерунду, которую я с удивлением, конечно, смотрю, миллионы этих рассказчиков, но это рассказ, это может быть астральное подключение, это может быть подстроить подключение к каким-то там ментальному форму, вот, например, спроси меня рассказать сказку, я начну сказку рассказывать, это то же самое, то же самое, то есть, в зависимости от уровня наработки пятой чакры, человек может просто болтать, и вот это вот болтание с использованием терминологии, может, например, начитаться книг, да, у него терминология, вот, например, слово сейчас все используют взаимодействие с высшими силами, ну, да, вот он использует слово, то есть, обману вот таким, что я использую термины, я использую плеяды, арктурианцы, даже выдумывают какие-то цивилизации, которых действительно, блин, не существует, и таких имен нет, удивительно, насколько фантазия развита, но это один из этапов, которые мы будем проходить, потому что нужно показать людям, что есть другие просто миры. Ну, ладно, но сейчас вот для меня, в моем, очень актуальна тема распознавания, потому что, ну, если попадаем мы на таких людей, да, то есть мы, это нам преподается как какой-то тест на наше, ну, на развлечение. Вот, ты на своем опыте, вот ты тоже видишь, да, просто их сейчас очень-очень много, и мне кажется, это становится более, ну, очень так для людей полезным. Подсказать, можешь ты подсказать, ну, как различить контактера? Вот, ты, вот, как ты различаешь? Канал от, от, не канала, да? Угу. Ну, во-первых, информация должна быть достаточно уникальная, что редко. То есть не то, что ни о чем, ну, вот ни о чем вообще, а достаточно уникальная. В моем случае мне проще, почему? Потому что, если я действительно понимаю, что это идет в соответствии с тем, что я знаю, как развивается что-то, и там есть такие моменты, которые человек упоминает, хотя бы два, пару слов, я понимаю, что там действительно стоят какие-то силы, а не просто так, мне понятно. но для каждого. Первое, это какая информация. Информация должна быть отличающейся от общей массы и дающая человеку какое-то, ну, озарение, что ли, что да, оказывается, это так. Пусть, хорошо, возьмем, например, человек вообще стандартный, который еще никогда не слушал. и он услышал кого-то, кто не чинелит, а использует информацию, ну, пусть даже из того же из моего канала. Это хорошо. Он начнет с этого этапа, он будет его слушать, а потом он поймет, что мне нужно что-то больше. И слушая тот же, того же типа, контактеру, которого информация не от сил, а просто он узнал, откуда-то использовать эту терминологию, он поймет, что здесь одно и то же идет. Здесь нет какого-то моего роста, повышения моего, какого-то, какой-то моей внутреннего потенциала, ценности, решения моих проблем. И это не то, что мне нужно. То есть канал, это... Ну, я уже не говорю про ощущения, я говорю сейчас про информацию, потому что, может быть, сложно что-то ощущать, да. Но вот, например, у Рэйчела вот эта последняя книга про время. Помнишь, как она называется, нет? Да. Так, да. Сейчас вылетела на русском, да. Хорошо. Вот это даже... Проблема, последняя. Да-да-да. Вот даже я начала читать. Мощная энергия основателей. Прямо, ну, прям вводит себя. То есть должно чувствоваться что-то. Должно чувствоваться, должно чувствоваться, если это учителя, это благость, это эмоции, это даже слезы, это какое-то... Что-то должно быть. То есть ченнелинг, это вхождение во взаимодействие, опять слов, взаимодействие, в объединение с другим миром, с миром сил, которые не мы, которые... Ну, это магия другого, какого-то пространства, другой реальности. Если это просто та-та-та идёт и банальная информация, это не канал. Да, и вот подскажи, что вот посоветовать тем людям, которые стремятся вот сейчас открыть каналы, хотят к тебе прийти, либо к кому-то другому. А вот, во-первых, чем это им грозит? Вот в плане, как их жизнь может поменяться? Да, потому что многие думают, что это вот так классно, пойду, заплачу деньги, открою канал, буду сидеть, вещать, и все будут приходить и там деньги приносить. И больше ничего делать не надо будет. Что это всё очень так легко. А там есть ответственность, да, там есть разные энергетические моменты, да, и состояние. Да, там есть вот то, что ты, например, у тебя, да, что ты уже, ну, твоя жизнь от... ну, зависит всё-таки от этого очень сильно. Да, и вот эти моменты. И, может, кому-то не надо туда, вот, что ты этим посоветуешь людям, которым очень сильно хочется. Ну, я начну с обратного, да, вот ты сказала, я буду, открою канал, буду ченнелить, и ко мне будут приходить люди. Два варианта. Кто-то это хочет, потому что у него, ему не хватает вот этой благодарности, да, он хочет ченнелить и помогать людям. Это человек, который не уверен в себе, у которого есть очень много ментальных вот этих блоков. То есть он ищет не только благодарности, он ищет как-то себя проявить, чтобы не связываться с низковибрационным миром, в котором нужно зарабатывать, бороться за жизнь, использовать любые способы и искать именно проявление себя где-то и получать деньги. Многие сейчас настроены на то, что я буду заниматься, пусть даже не ченнелингом, но эзотерикой каким-то способом. И когда я спрашиваю, а почему вы до сих пор не начали, ведь приходят ко мне уже люди не начального уровня, а у них есть. И наработки в расстановках, я даже не знаю, особенно что это такое, но это вот. И наработки в каких-то других практиках, и таймлайн хилинг, и исцеление временных линий. И они ничего не делают. А почему вы не делаете? Ну, у меня нет контактов, у меня нет людей, ко мне приходят по знакомству. А почему вы не делаете свой сайт или что-то еще? Ну, либо не знаю, либо откладываю, либо я не уверен в себе, да? не уверен в себе. Либо я там еще хочу чему-то обучиться. Зачем 150 раз ходить, когда ты уже можешь это делать и каким-то образом себя проявлять? Так вот эта категория людей, которые, которые хочут за пожертвования, тебя благодарят, и там тебе что-то дадут. А я сижу белый, пушистый, и я не в бизнесе, я в людей ничего не беру. У меня и так хорошо. Это вот как сказать, что Боженька на облаке сидит. Это то же самое. Это полная ерунда. Ченнелинг, эзотерика, самый мощный, один из самых мощных бизнесов, где у тех, кто развивает, как говорится, вот как у нас Блиновская, да? который сейчас на дне следствия. Но не только, там целая плеяда. Там целая плеяда. Это мощный бизнес. Если ты не знаешь, как себя поставить, ты можешь сидеть в своей комнате, даже если у тебя есть канал, и никому ты не нужен. Тут вот отношение к этому, это не значит, я открою канал, и ко мне все придут. Это значит, а какой у тебя менталитет? Ты готов к этому, чтобы была информация, где вдруг через себя передали силы, что-то неадекватное, но в смысле того, это совершенно против того, что такое хорошо, это наоборот плохо, потому что могут быть и такие силы. и ты спокойно это передаешь и увешиваешь. То есть здесь очень много факторов, да? И те люди, которые хотят это делать с удовольствием за пожертвование и, ну, просто вот что-то ченнелить, я хочу вот такое сейчас веяние, помогать другим. Не идите туда, потому что, либо это делайте как хобби. Вот я помогаю другим, но у меня есть другая занятость. Как хобби, это прекрасно. Я там провела какой-то сеанс, я вывесила какие-то стихии, и мне это нравится. Я в этом развиваюсь. Ну, я занимаюсь, например, у меня салон свой, да? Я занимаюсь еще чем-то, я продаю машины, я активна. Я поехала на ретрит, опять подзарядилась, я опять свои вывесила стихи. Вот это хороший образ жизни. Если те люди, у которых действительно канал, они хотят его открыть, и действительно в это входит, это входит в предназначение, им нужно быть готовым, к тому, что, опять же, повторяю, это тот же самый бизнес, хоть бы, кому бы это слово не нравилось, но это так и есть. Если я буду сидеть в свободном режиме, ну, например, что-то прочинелила, и где-то там закинула куда-то, а может быть, и не закинула, а может быть, мне не нравится эта информация, я ее не буду говорить, потому что все скажут, а что ты такая какая-то плохая, да, я не хочу, то есть это вообще половина информации, я вот за рублю. Это как тот художник, который нарисовал три картины и спрятал себя в комнате, он не художник. Ченнелинг — это человек должен знать, что будет и критика, и нужно выстроить себя, нужно поставить себя. Как вот у меня сейчас идут, у меня сейчас идут, ты знаешь, ты прослушала уже про Клеопатру, про женскую красоту, и сказали, женщине, чтобы быть красивой, это работа ежедневная над собой. Это не просто, я встала, мне 18 лет, какая я прекрасная. Это работа. Инас, меня, извиняюсь, меня слышно, видно, потому что я сама себе зависла. Ты меня видишь и слышишь? Ты была зависшая у меня, но я тебя хорошо слышала. Сейчас ты развисла, и ты прекрасно еще и выглядишь, а слышно хорошо. А, хорошо, тогда я себе, я зависла, но вам видно хорошо тогда. Да, развисла. Да, благодарю, дорогая, за... Мне хорошо слышно. Просто в Грузии и в горах я живу, и тут вот интернет прям такой есть, что вот какой есть, такой есть. Какой есть, такой есть, правильно. Да, я тебя не перебила, ты все сказала про... Нет, вот мы сейчас говорим о том, что посоветовать людям, да, которые этого хотят. про серьезность мы уже поговорили. Если это идет, то нужно думать, что это, а как это, пробовать развивать это. А почему бы и нет? Ведь из этого, из этого что-то будет. Причем молодое поколение, у них это как бы уже и встроено. Они действительно могут, вот те, которые на самом деле, у них идет канал, они ко мне, возможно, даже и не приходят, они просто получают подтверждение, все понятно, а вот это, это я все понятно, а вот это понятно, да, мне все понятно, спасибо, до свидания. И у них это все идет. То есть, у кого это есть, это и будет. Если кто-то этого боится, что такое, ну знаешь, вот может быть боится, что у меня с ума сошел, вот что это самое происходит. Вот тогда, например, мы взяли все, разъяснили. Да, вот в этом плане у тебя очень уникальные твои консультации. Я тебе это говорила, ты сказала, что у тебя это сюрприз, потому что, ну я знаю, какие у других есть консультации. Я очень много со своими знакомыми переговорила, как у них у тебя там шли дела и на консультациях. И насколько по-разному, например, ну для меня топовые, это по открытию канала, это, конечно, там все, да, есть ли у тебя задачи, есть ли у тебя настройки, да, есть ли у тебя миссионность некая, ну или для себя просто, да, там еще были, были, ну контракты есть, да, то есть или нет, ты можешь делать, можешь не делать, да, вот такое тоже. И это все можно уточнить, да, людям, которым этот вопрос, это очень важно даже разъяснить, да, и не тратить туда энергии, если это не твоя, например, ну вот это цена, да. Вот и вообще твои консультации, я закончу сейчас, вот еще по чакрам тоже, это не просто по чакрам, да, там все жизненные сферы, очень вот эта консультация мне тоже казалась мощной, и совсем по-другому, чем другие люди там просматривают чакры, поэтому мне кажется очень уникально, и ну к тебе сходить и посмотреть, и может быть вот расскажи про эти индивидуальные консультации, то, что тебе хочется, про твои. Мне нравится, мне нравится, да, мне нравится больше всего, конечно, то, что называется чакровая диагностика, это, мне так само стало интересно, почему все-таки на, именно, наших энергетических органах, оказывается, встроено очень много информации, то есть это не просто энергетический орган, да, например, как говорят, тройка заблокирована, значит у тебя воля на нуле, ты не можешь принимать решения, но там не только это, и вот может быть, что обычно вот на первой чакре, начинается с первой, там много есть про прошлой жизни, и что мешает, или наоборот, а какие твои сильные стороны, которые там почему-то именно впечатаны, сейчас очень часто начинается эта консультация с того, что вот смотрят как бы аура биополя, да, и на будто бы внешней границе есть впечатанная информация, кто ты сейчас, вот я обычно это делаю просто с настройки, я перед тем, как начинаю сеанс, почему я говорю, я сейчас настроюсь на вас, мне интересно, зачем человек пришел, потому что он мне высылает список вопросов, и очень часто вопросы не соответствуют причине, почему он пришел, да, он пришел, например, я хочу, например, женщина пришла, я хочу, ну может быть, выстроить отношения, опять же, ну опять с мужем, да, вернуть было, или что-то там улучшить, или что-то еще, на самом деле, например, там, что ей нужно куда-то переехать, чтобы развить какой-то свой потенциал, и поэтому отношения с мужем все хуже, пусть, чтобы ей, ну буквально сменить это вообще место, потому что он с ней не поедет, да, она не выполняет предназначение, то есть, видишь, две разницы, она пришла из отношений, а на самом деле тем-то предназначение. Я когда это уже начинаю понимать, потом идет информация, я это не говорю, иногда я говорю, но мне уже понятно вообще смысл вообще встречи, о чем-то будет, и это не я, это опять же, то есть, это объединение силами, то есть, это не значит, что я экстрасенс, вот я сама смею, что если я пойду на какое-то шоу экстрасенс, я ничего не угадаю, но, если я спрошу, что у силы это, если я объединяюсь силой, я это найду, я узнаю, а зачем, ну и потом, по каждому энергетическому органу дается информация, этот человек вообще, можно даже не обязательно задавать вопрос, а идет просто раскрытие истории, это как история, а кто ты, а что у тебя есть, а почему ты это не используешь, а почему у тебя такое состояние, сейчас, например, на четвертой чакре, если она заблокирована, многие говорят, мое сердце заблокировано, и все такое, например, значит, почему-то есть такое понимание, значит, что я не могу любить, да и совершенно не так, если заблокирована четвертая чакра, там нет связи с природой, блок может идти, и достаточно часто, от матери, или отца, очень часто, и в этом состоянии человек не чувствует жизни, не то, что он любить не может, он может любить, но он жизни не чувствует, он не жизненный становится, он как-то живет за кадром, он не чувствует природы, его ничего не радует, и вот это очень плохо, то есть здесь желание блокируется, развитие уже ничего не хочется, ступает депрессия, но я уже не буду говорить, что там дальше, то есть по каждому энергетическому органу, есть какая-то информация, у каждого она уникальна, ни разу, ни один раз, ничего не повторялось, никогда, насколько каждый, вот удивительно, насколько мы все уникальны, и сейчас тенденция усил, развивать свою уникальность, рассказывать о себе, показывать себя, иногда спрашивают на консультациях, а вот вы себя умеете хвалить? Нет. А почему? А я не считаю, что я вот заслуживаю, у меня нет, ну как же, вот у вас такие и такие качества есть, не могут показать себя, донести пространство, рассказать о себе, даже немножко приукрасить, чтобы реальность откликнулась, тебя взяли, вот какой-то эгрегор, тебя взяли, ну пусть даже на работу, или ты создал какую-то свою там, я не знаю, услугу или что-то еще, чтобы ты это показал, у меня это есть, если ты это не проговоришь, то тебя и нет, мы же живем через физическое тело, мы, ты очень хорошо, я тебя слышала, ты очень здорово сказала, что вот как раз вот этот опыт с машиной, что мы учимся, жизнь это наш учитель, не сила, не все, а сила нам дает инструменты, как-то правильно поняла, что мне нужно быть спокойной в этой ситуации, меня матрица раскачивает, и это мое обучение, но через физическое тело, через физическое тело, через мир, мы должны здесь быть, мы не должны от него отталкиваться или отрекаться, но эти консультации, да, вот мне вот эти диагностики, мне очень нравятся, почему, потому что, во-первых, мне проще, мне не нужно, то есть, когда человек приходит, а начинает задавать вопросы, которые совершенно, вину ни о чем не помогут, мы ходим по кругу, силы, да, ответят, и они ждут, что человек поймет, что это как бы не его, а я не могу подсказывать, когда я в канале, меня нет, и если человек не сориентируется и не начнет задавать более глубокие вопросы, то он как пришел, так и ушел, он получил ответы на свои вопросы, но смысл был в другом, поэтому диагностика, это когда он даже молчит, просто вот молчит, ничего не говорит, мне его не видеть, не нужно просто знать имя, где находится, и у меня идет информация, и вот на эту информацию потом можно уже задавать те вопросы, которые по смыслу подходят для того, чтобы выйти из какой-то там, ну, ситуации, зависания, тупика. Благодарю. Благодарю, дорогая, очень, очень интересно, очень ценно, захотелось опять сходить, дома уже не было, но мы должны еще сегодня немножко, хочу затронуть вот это время, да, вот с какими запросами люди приходят, как ты чувствуешь вот это время, какие вот вообще мы как человечество, либо, ну, твоя аудитория, либо тех людей, которые ты наблюдаешь, вот какие уроки мы проходим, и что важно, вот как тебе, что бы тебе хотелось просто самой сказать людям про это время, на что обратить внимание, вот чтобы они, ну, как бы им, ну, полезно было, да, вот в ихнем пути познания и развития, вот про это время, а потом уже будем потихоньку сворачиваться, еще расскажешь про свои планы, про наши планы. Про время, да, ничего не нужно бояться, то есть, вот эти страшилки, которые говорят там, что сейчас вот здесь бабахнет, здесь там землетрясение века случится, здесь еще что-то, вот это проявление деструктивных сил, то есть создать массовый психоз, то есть те люди, которые всегда боятся, это уже не выход на новую землю, да, вот даже просто вот сказать, на новую землю вы не идете, вот так вас напугать, если будете всего бояться, ничего не боитесь, иначе идете на новую землю, ну, вот так конфетку, да, детям показать, массовый психоз, энергетика пространства, мы прошли это, мы прошли, у меня было послание, точка невозврата пройдена, плохого уже не будет, не будет никаких этих войн, хотя еще страшилки эти идут, даже на физическом мире, по моему каналу, по моему информации, я не знаю, может это неправильно, будет лучше, будет лучше, будет развитие, будет сглаживание, ну, но для всех, либо для некой ветки реальности, вот, мы же все-таки, ну, как бы находимся в каком-то потоке, да, развития, есть нисходящие, там, восходящие, есть переходящие. Нет, смотри на ситуации, вот, например, сейчас кто-то сидит и говорит, да, вот у меня денег нет, меня с работы выкинули, а что у меня будет хорошего, это означает, что просто ты шел не по твоему своему пути, тебе нужно найти свою механизм, тебе нужно поработать над собой, тебе нужно понять, а почему тебе выкинул эгрегор, тебе нужно понять, как работает эгрегор, тебе нужно идти в это, это же магия того, как работает эгрегор, например, я сижу в компании, мне не нравится начальник вдруг, и каждый день я думаю, то что же это такое, зачем он тут, а начальник по иерархии выше, это означает, эгрегор уже тебя в какой-то момент начинает выкидывать, раз тебе не нравится правило, то есть есть законы, которые человек знает, те люди, которые знают законы, у них будет все хорошо, не важно, но и те, которые развиваются, да, но те, которые развиваются, ну, таким образом, можно сказать, развиваются, можно сказать, осознанность развивает, можно сказать, работают над собой, можно сказать, что тот человек, который, вот, например, и их много, они в прошлом занимались своим развитием, И сейчас они пришли просто заниматься работой, бизнесом. И неинтересная эзотерика, но внутренняя настройка их ведёт, вот это чутьё. Они знают, как себя вести. У них будет состояние спокойной радости, вне зависимости от фактов. А это и есть счастье. Будет так. Это вот знаешь, как просыпаешься, ты знаешь, что вот это не так, вот это не так. И всё равно внутреннее состояние спокойное. Жить в потоке, как бы это опять же банально не звучало. Ты знаешь, ты борешься с этими дверями и видишь, что да нет, туда я не пойду, а теперь я пойду сюда. И здесь я чем-то займусь. Или я вспомню, чем я здесь занимался, я спокойно просто перехожу на эту ветку. Вот такое лавирование. Обычно я советую иметь 2-3 направления, вот как у тебя, например, да, и книга, и ретриты, и путешествия, и консультации. Если ретрит не пошёл, ты начала писать вторую книгу. Книга вроде бы сейчас остановилась, раз сделала консультацию. Вот так нужно лавировать. И это опять же работа, это такой мир. Ничего просто здесь не бывает. И каждому нужно найти то, что его не то чтобы радует. То есть работа — это работа, это не в радость. Но работа даёт в английском satisfaction или удовлетворение, от которого потом ты берёшь, например, тот же, те же финансы и едешь отдыхать. Ты просто чувствуешь себя стабильно. Поэтому такой совет. Если вы ничего не боитесь, ну как не боитесь? Конечно, есть страхи. Но вы не надумываете себе и не ищете каждый день, а что сегодня плохого. А наоборот. Ну, в принципе, находимся в доверии, да? В доверии мир. Можно и так сказать, да. Можно и так сказать. Не живёте в ненависти к пространству, в котором вы пребываете. Ведь есть очень много людей, которые хотят что-то поменять. Потому что у них есть ментальные программы. Потому что это не так. Потому что вот здесь кого-то обижают. И они тут же автоматически стоят на сторону обиженных за счёт своего личного пространства. Они меняют свою судьбу и идут совершенно по другой веке. Вот это да. Вот это не нужно делать. Хотя всё равно хуже, чем раньше, не будет. Благодарю тебя. Ну, послушай. Ну, мы уже часок поговорили. Может, кто-то ещё какой-то вопросик хочет задать. Напишите. Как вам? Напишите обратную связь. И после эфира тоже. Потому что эти комментарии пропадёт. Но у нас с тобой уже были несколько совместных проектов и курсов. И мы планируем в январе, второй половине января, тоже эфир, где соберём актуальные темы, вопросы. Так что вы тоже можете написать, какие, вот что на душе, вот какая ваша актуальная тема, что вам интересно в вашем пути развития, вот какая информация вам важна, вот что ценно. Напишите, пожалуйста, чтобы мы почувствовали с Инессой. Потом соберём вопросы, сделаем эфир. И ещё мы планируем тоже совместную некую поездку. Мы уже много лет об этом говорим. То есть то Инесса, собираюсь приезжать в Латвию, то закрывает границы. Мы не в Латвии, не в Мальте не встречаемся. Никак. То меня в Турцию не отпустили. Прямо рейс отменили. Я там уже сидела в аэропорту. Вот, и я очень вдохновилась. Мы это обсудим, мы потом информацию дадим. Но у тебя тоже есть планы. Да, у тебя есть очень интересная программа сейчас в Турции. И ещё какие-то планы есть, может, о которых я не знаю, поделись. Ну, во-первых, вот почему с тобой это будет, знаешь, почему хорошо? Потому что ты, наверное, знаешь, что люди хотят всего много. Вот в эти несколько дней, да, они всего хотят. И одному человеку, конечно, не справятся с проведением вот этих потоков, каналов. И лучше, когда есть, например, два эксперта, да. Вот, например, и даже различные. Вот, например, у тебя канал Матери Мира, да. У меня, например, более, ну, мы можем говорить, такие технические. Или Дальний Космос, может быть, или ещё кто-то. Вот даже сочетание, знаешь, что интересно делать, и у меня есть как раз, у меня есть это занятие. Но вообще я люблю это делать. Изучать психологию сил. Вот, например, по одной теме задавать один и тот же вопрос разным силам. И как они это интерпретируют. Это очень интересно. И это можно делать, это можно делать на местах силы. Места силы, очень их много везде. Вот, в Турции, почему сейчас, почему сейчас в феврале, да, в феврале мы посмотрим, как будет с набором. Я-то думала, что там будут женские энергии как раз в продолжении всех этих шести встреч по развитию женской красоты, женского успеха, женской силы. И в Турции, я посмотрела, там для физического тела, потому что силы очень часто говорят, что для физического тела, физическое тело нужно, это как храм, который нужно, ну, содержать вот именно в таком состоянии сакральном. Там вот эти термальные источники, кто-то уже, видимо, ездил, ездил. И удивительно, кожа там, значит, выравнивается, артерит, там, внутренние органы, да, все заболевания, это нужно, полезно не только женщинам, да. Вот раз уж такая появилась, я посмотрела там, ну, они рекламируют это, что бассейн Клеопатры. Ну, это как объединилось, что мы поедем туда, и раз уж идут энергии и Клеопатры, и всех других женщин, мы там женщин пройдем. Но когда я начала читать про это место по Муккале, тема поменялась, тема поменялась на объединение двух сторон, потому что там и жизнь, и смерть. И вот это объединение, это очень мощная тема, она нужна каждому. То есть, опять же, гармония, да, не быть светлым, не быть темным, а как жить в балансе. И там есть вот такие места силы, на которых хочется побыть и посмотреть, как тебя будет вообще прошибать все это вещи. Я же это делаю в ченнелинге, то есть там очень мощно всегда происходит, но вот кто ездил, они это чувствуют, да. Это в Турции, мы делали на Мальте. На Мальте тоже оказалось очень интересные места. Ну, вообще, почему мне нравится, вот ты спрашиваешь про планах, мне нравятся эти поездки, хотя они, конечно, потом от них восстанавливаться нужно, ну, недели-две, правда? Ну, я уже 12 лет провожу, мне даже в прошлом году было 11, вот поэтому я взяла такую длиннющую паузу, 11 поездок сакральных, и это, ну, каждый месяц, это очень-очень, я знаю, что это такое, поэтому... Но это очень большая польза. Я понимаю, что вот для людей, вот прям, я чувствую, что через вот как раз эти поездки, несмотря на, ну, моё там состояние, всё, я понимаю, что для них разделяется как бы жизнь до и после, да, и что вот эту ценность, которую я могу принести людям, что она очень большая, она больше, чем я, ну, например, другие какие, ну, прям, ладно, людей меньше, но польза очень большая, вот, поэтому... И, возможно, будет такое, вот я уже думаю, что у меня будет такое перенаправление, работать больше с группами, чем в индивидуальных сеансах. Ты знаешь, вот, когда уже приходит человек и рассказывает про свою ситуацию, мне просто уже просто становится понятно, что о чём, что дальше будет, то есть схема есть, силам уже не это интересно, а общение вживую с большой группой людей. Потому что поле тоже работает, да, поле же работает. Да, и через людей они набирают эту энергию, они переезжают в свои страны, вот как у нас тоже много из разных стран переезжают, это и США, и Канада, и Италия, и там Латвия, да, и Россия, и даже Украина тоже самое могут ездить, и кто ещё, очень много стран Германии были, ещё какие-то, ну, они разносят вот эти энергии, и они каким-то образом влияют на гармонию, вот, ну, можно сказать, на Земле, не будем так прям глобально говорить, но это так же, потому что вот намного сильнее, конечно, в присутствии, да, в моём присутствии, когда идёт канал, не только когда я человек, а вообще когда канал идёт, намного сильнее всё происходит. И так как я, может быть, максималист, я люблю всё по максимуму, да, вот, бабахнуть, провести, мы все прорытались, мы все, значит, нас протрясло, у кого-то что-то произошло, и было такое, что кому-то было даже тяжело, то есть вот после двух дней кто-то не выдержал и сказал, я просто побуду в комнате, но я не буду присутствовать, потому что такие энергии были сильными, вот, это, ну, и, конечно, если нас вдвоём, это будет, я так думаю, ещё мощнее и будет интереснее, поэтому мы можем с тобой так посекретничать и спланировать, и потом объявить. Да, вот Света как раз пишет, пишет, спасибо тебе большое, вы очень гармоничный союз, друг к другу с большой теплотой относитесь, мне вообще кажется, что я Инессу очень сильно люблю, но это, наверное, уже с прошлой жизни, вот так. Спасибо. Да. А вот вопрос, вопрос один вижу, создаётся впечатление и ощущение, что переход будет длиться долго, скорее всего, длиной в это воплощение, так? Тут зависит всё от того, как человек понимает цель вообще перехода, вот к чему мы придём, вот есть переход, вот ты мне расскажи, что люди об этом понимают, вот что такое переход и какова цель, чего мы должны получить? Ну, они понимают, что они переходят на некую новую Землю, в некое новое пространство, то есть простраивается новая матрица, они это, то есть я должен что-то сделать, чтобы попасть на этот корабль, который идёт на новую Землю, там высадимся, там уже будет новый рай, золотой век, и для них это, ну, они это понимают даже, вот, ну, тоже есть очень сильное влияние разной информации, разных контактёров, да, где вот это 4D, 5D, многие путаются, да, многие понимают, что это уровень вибрации, тогда ты сможешь куда-то попасть, да, ну, то есть очень много такое, у каждого есть своё какое-то понимание, но им это кажется, что это будет, вот сейчас старая система рухнет, ну, и вот на следующий год может наступить новая Земля, ну, может, там 3 года надо потерпеть, там и наступит. Как-то так, ну, каждого индивидуально, наверное. Или как, напишите, те, кто не слушает. Сейчас. Ну, по всем параметрам с 2024 года будет ослабляться менталитет на верхах политического руководства, который старается разделять на плохое и хорошее. Дальше, как только начинает сглаживаться вот это разделение, у людей появится вот то, что написали, да, железный занавес, появится возможность перемещаться в ту же Россию или в ту же Латвию, или в ту же, я же тоже хочу в Латвию приехать. Очень так красиво. Вот. Или в ту же Италию, Турцию, на Мальту. Почему у меня на Мальте мало людей смогло приехать? Да потому что, потому что визу сложно сделать, потому что визу не дают. Ну, это же разделение. Это же именно вот тот занавес. И это по моему пониманию, которое неявно, а я пытаюсь зайти за то, что силы не хотят сейчас явно говорить, но это было, в принципе, в некоторых посланиях уже выстроено, что с 2024 года это будет сглаживаться. То есть, смотри, если это сглаживается, человеку появляется в 25-м, как они говорили, 25-й год, это уже начинается то, что называется ренессанс. Это искусство, творчество, это свобода выбора. Свобода выбора очень важна сейчас для любого человека. Если нет свобода выбора, ты затухаешь, ты сидишь вот такой зажатый, ты не веришь уже ни во что и ходишь по кругу. Ну да, и система продолжает эту свободу выбора людей суживать этот коридорчик. Это тоже пока. Но мы движемся к тому, что постепенно не в каждой стране, не в любых странах одинаково, но тут нужно будет ориентироваться и смотреть, а может быть мне стоит действительно куда-то переехать, а может быть мне стоит даже поменять свое присутствие не физически, а, например, онлайн расшириться, и здесь больше свобода выбора появляется. То есть следить за всеми направлениями. Но это будет появляться постепенно. Вот если подойти к тому, что такое новая земля. Новая земля, она проявляется вспышками. Например, сейчас я встала, у меня вдруг все случилось, у меня пришло то письмо, которое я ожидала, у меня раскрылась дверь. И опять через 10 минут все как раньше, вроде бы. Но она проявляется вспышками. То есть это не значит, что я встала, и мир вдруг это золотой век, да. Нам финансы не нужны, мы ходим все в белых одеждах, и плюс еще летаем на каких-то там, я не знаю, динозавриках. Нет. Но это вспышками проявляется, подсказывая человеку, что я действительно к этому движусь. Скорее всего, не буду говорить, что переход, он значит случится. То есть вообще состояние, что это новое пространство, это, конечно, все-таки больше через воплощение. То есть мы вышли из этого тела, мы сменили эту оболочку, и мы появились в другом мире, который совершенно другой. Может быть, кто-то ребенком, а кто-то и взрослым человеком. Потому что неизвестно, на новой земле будут вот это понимание взросления, понимание старения, там какое-то другое. Но у меня, например, новая земля, у меня там есть много про это. Плюс я, наверное, сейчас, я не знаю, но у меня вот это соло, которые были послания, от которой живут на новой земле, там также была информация, как там устроено. Там другой мир. И, естественно, мы так не перескочим. То есть это идет через развоплощение. Причем развоплощение также идет сейчас. Видимо, будет идти по-другому. Это безболезненный процесс. Я не говорю, что не нужно бояться, что ты умрешь и все такое. Страх всегда есть, он впечатан в наш ген смерти, в наше понимание, что это такое. Но, возможно, все эти процессы, которые происходят, они будут нам помогать или подсказывать, что есть другой мир. Он проявляется уже, знаешь, вот как что? Знаешь, вот бывает, ты смотришь, и как кто-то прошел, как голограмма какая-то и ушла. Вот так он проявляется, он уже смешивается с нами, как и силы, они уже, по сути, проходят через наш мир. В нашем мире находится очень много реальностей, параллельных реальностей. И многие люди это чувствуют, что присутствие, постоянное присутствие кого-то, чего-то. Вот это вот смешение, это также подсказка, что мы движемся к совершенно другому настрою, законам, законы уже меняются, к другим совершенно финансовым устройствам, выражению себя. Но это будет, да, не таким вот, что сейчас проснулся и все изменилось. Я думаю, вот такого и не нужно, потому что если бы такое вдруг бы случилось, вы вдруг бы поняли, что кого-то вы недосчитались, потому что кто-то из ваших родственников не пришел. А зачем это надо? Пусть все будут. Ну, это не только коллективный процесс, это же индивидуальный тоже, да, по мере готовности все-таки это происходит. Как ты считаешь? Либо вот, нет, просто этот вопрос люди часто задают. Они говорят, вот, там есть контактеры, да, которые говорят, что был переход, короче, точка невозврата, у тебя тоже это было, но там другой срез, да, был, что в прошлом году, 21 декабря, была точка невозврата. Те, которые перешли на новую землю, то есть они перешли, а те, которые не перешли все, это уже души, которые решились остаться, которые не смогли пройти, и всё, мир разделяется, и уже никто подоспеть уже не сможет. Как ты думаешь? Вот этот вариант, когда кто-то остался на старой земле, это также был, возможно, выбор души с какой-то целью. Но это не значит, что после развоплощения они здесь останутся. Старой земли вообще, по сути-то, и не будет. В какой-то момент она просто, ну, как мы можем представить, растворится. Ну, когда первый, последний развоплотится, тогда, наверное, да, и всё, который не перешёл. Я не знаю, я эту информацию не принимаю. Я не знаю, но мне больше кажется, что это будет не каждый последний до единицы, а это какими-то кластерами, да, переносится в какое-то пространство, они там находятся, и это не зависит от, например, человек чего-то там не доделал. Просто вот такой групповой кластер, его какое-то количество людей, или душ там, да, их перемещает в какое-то пространство. Почему? Потому что вот это пространство Старой земли уже нужно растворить. Они там находятся до определённого времени, думая, что они, например, на Старой земле или ещё как-то. То есть какая-то параллельная реальность создана, они туда переместились. Очень интересно. Вот затронули всё-таки эту тему, потому что она, ну, очень много информации, да, и очень разноплановой. Вот очень интересно было услышать. Мы уже закупляемся потихонечку, так что, может, ты идешь в договорку. Можно сказать, вот по этой теме можно как раз сделать, например, и ченнелинг, который мы планируем, да, то есть здесь уже полный ченнелинг, здесь уже выходят силы и передают ответы на вопросы. Да, у нас такой формат. Обычно мы набираем, то есть делаем регистрацию, там люди пишут свои вопросы. Это за донейшн, да, такой эфир, и там мы пообщаемся, там и тогда будет ченнелинг, будет, может, практика иногда есть какая-то для присутствующих людей, да, и уже эти вопросы делятся по темам, и идут ответы на эти вопросы. Вот такой формат мы уже не раз делали, так что я думаю, второй половине января мы выберем дату и приглашаем вас. Да, думаю, эта информация как раз нужна, потому что, наверное, нужно разъяснить все вот эти непонятки, потому что многие люди, они даже выстраивают жизнь с целью, чтобы быть лучшей, чтобы их взяли на какую-то там новую землю, а что для этого нужно, да, чтобы не просто, например, человек отказывался от каких-то радостей, и, например, думая, что он что-то совершает плохого, его туда не возьмут, да, этот корабль летящий. Ну, у тебя еще, наверное, будет прогноз, да, ты каждый год записываешь в декабря прогноз на следующий год, даешь какую-то информацию по странам, тут тоже был такой вопрос. Я думаю, что эта информация у тебя на канале будет, правильно? Я записываю примерно вторая половина как раз декабря, вот, может быть, через несколько дней, там, 20-го когда-то, да, я по всем месяцам выкладываю, там, ты знаешь, как это не обязательно по странам, но там могу сказать, например, вот какой-то месяц будут, например, какие-то вот такие изменения, да, или, например, вот в такой месяц совет, например, такой-то, то есть тут мы посмотрим, я не знаю, естественно, ну, да, я записываю на год по месяцам, плюс потом, конечно, отдельно, каждый месяц еще дополняется информация. Да, это я все выкладываю на YouTube. Ну что, может, хочешь что-то пожелать нашим слушателям? Приходите к Насте, у нее есть и Telegram-канал, и YouTube, и сайт, так что я потом выложу ссылки, это видео мы обе выложим на YouTube, так что те, которые Инстаграм не видят, смогут увидеть. Вот, я очень благодарна всем тоже за то, что вы нашли время, в будний день, 151 момент было зрителей, я очень рада за участие. Спасибо, да, Инта, тебе большое спасибо, и очень приятно, очень комфортно, очень радостно и душевно, и, надеюсь, позитивно. Да, и мне тоже, нет, поэтому я тебе говорила, что мне Инстаграм поэтому нравится, потому что я чувствую, я вижу, что вы пишете, вот те, которые меня там попрекали, что очень громко, то это Инстаграм, это не моё устройство. Да, так что, да, прекрасного вам, чудесного дня, я благодарю тебя, Инесса, что ты есть в моей жизни, что мы есть друг у друга, что мы можем так пообщаться, да, и что-то замудрить опять, да, и мы через 10 минут с тобой встретимся, пообщаться. Да, благодарю, дорогие, до свидания. Спасибо всем, да.